Всем привет! В 2005 году компания Викторинакс приобрела компанию Венгер и многие интересные модели ножей Венгер были аккуратно перенесены в линейку Делимонт и выпускаются по сей день под логотипом Викторинакс. Однако у Венгера была линейка рейнджеров с клипсой, которая к сожалению канула в лету. А ведь это были очень интересные ножи, даже 4-х рядники с клипсой были. Хочется сказать, что клипса на этих ножах безусловно не самая удачная. Тем не менее, она была и она работала. В этом видео мы посмотрим на 3 причины по версии канала Андрей К, почему компания Викторинакс не ставит клипсу на свои ножи. Кроме этого, я предложу наиболее простое решение этой проблемы. Нашим главным спонсором по-прежнему является Ксения, у которой вы можете приобрести ножи Викторинакс по хорошей цене. Ссылка на ее странице ВКонтакте будет под видео. Занюхнем вексаты, друзья. Первая причина это отсутствие достойных конкурентов, по лично моему мнению, это практически полное отсутствие конкурентов в обобщенной области складных ножей, но Викторинакс наиболее практичный. Но после моего последнего видео, в котором я сравнивал ножи Викторинакс и современные складные ножи, я понял, что сейчас у людей практичность не в приоритете, а в приоритете стиль и дизайн. Поэтому давайте не будем брать обобщенно складные ножи, а возьмем более узкую область складных многопредметных ножей. В ней у Викторинакс действительно нет конкурентов, а по моему личному мнению, никогда и не было толком. На счет уже канувшей в лету конкуренции с Венгер, у меня будет отдельное видео, и я знаю, что лучше. А если вам есть что сказать, пишите свое мнение о конкурентах Викторинакс в комментариях. Я уже потираю руки в предвкушении интересной дискуссии. Вторая причина. Клипса на ножах Викторинакс это резервный вариант, или план Б, если хотите. Суть в том, что сейчас и без клипсы продажи Викторинакс идут хорошо. Но в случае падения интереса и уменьшения продаж Викторинакс, компания выпустит свои наиболее популярные модели ножей с клипсой. Чем вновь привлечет внимание к бренду Викторинакс. Ведь сейчас многие люди вообще не представляют складной нож без клипсы. В общем, вторая причина, почему компания Викторинакс не ставит клипсу на свои ножи, это то, что клипса по сути является бронепоездом, который сейчас стоит на запасном пути. И в случае наступления тяжелого времени для компании Викторинакс, этот бронепоезд клипса поможет завоевать новые рынки. Как вам аналогия? Дизлайк отписка что ли? Третья причина, это то, что клипса не вписывается в классический дизайн ножей Викторинакс. Сейчас многие люди, даже нож спайдерка Милитари, который начали выпускать в 1996 году, относят к классике. То, что тогда говорить про линейку Викторинакс 93 мм, которую выпускают с 1951 года, а про линейку 91 мм, которую выпускают с 1897 года, лучше вообще промолчать. Обалдеть, вот это я понимаю. Заслуженный дизайн. Столько лет без изменений. Не то, что ваш десептыкон. Ладно, да, стоит сказать, что Викторинаксы, кроме того, что являются очень практичными ножами, они еще и являются носителями классического дизайна. Клипсы тогда и в помине не было. Хотя, к слову, ножи 111 мм, выпускаются с 1986 года. И вот на них клипса смотрелась бы не так инородно, особенно на лайнерных моделях. Теперь решение. Существует Викторинакс Сентинель с пражкой, в которую встроена клипса. Но эта пражка не подойдет другим моделям 111 мм, так как в ней нету выреза для штоппера или крестовой отвертки на спинке рукояти. Многие умельцы делают этот вырез на пражке самостоятельно. Тем не менее, это по сути танцы с бубнами. Я думаю, компании Викторинакс стоит начать выпускать сменную пражку для ножей 111 мм с клипсой и вырезом под инструмент на спинке рукояти. Любой пользователь Викторинакс сможет ее приобрести и поставить на свой любимый нож Викторинакс. Вполне можно цену этой пражки сделать в несколько раз выше, чем у обычной пражки. Возможно, кто-то скажет, что я сейчас крамольные вещи для любителя Викторинакс говорю. Но я стараюсь смотреть реально на ситуацию. Понятно, что компания будет думать о прибыли, и даже если эта пражка будет стоить в 3 раза выше обычной пражки, многие люди ее с удовольствием купят. При этом все будут в плюсе. Люди получат возможность недорого и быстро оборудовать свой Вик с клипсой. Компания получит прибыль и новых поклонников. А я получу идею для нового видео. Возможно, кто-то скажет, да делать нечего покупать еще пражки с клипсами. Но блин, люди мини-десептикон за 16 тысяч, изготовленный в Китае, покупают и думают, что они мастхэв взяли. Почему бы не приобрести тогда пражку для такого практичного и хорошего ножа, как Викторинакс? В общем, такая идея с клипсой. Со временем, конечно, можно подобную пражку и на другие линейки выпустить Викторинакс. В общем, вот такие причины, вот такие идеи. Вы можете своими мыслями, своими идеями, своими причинами поделиться в комментариях. Я с удовольствием почитаю. Ну, а на этом я с вами прощаюсь. Желаю вам всех благ, всего наилучшего. Спасибо за внимание и до свидания. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok